Всем привет! Итоги турнира Кровавая битва 5 звезд без синего. Этот турнир проходил 26 декабря, получается где-то чуть больше полгода назад. Давайте посмотрим, какие были обороны, что изменилось, что у кого стояло. Покрутим сразу на итоги. И, кстати, итогов было мало. Так, давайте вот начнем с Ивана. Иван же у нас? А, с Леонида. Меняет и аватарки. Так, у него оборона Е, и он сам говорит, что оборона его не выстояла. Фрейя на плече. Кровавая битва, вот такая вот у него оборона. Машка, Фрейя, Ури, Джун и Кагибурада. Запомнили оборона Е, значит, не ставим. Потом Иван. У Ивана оборона Д. Короче, тоже не стоит. Значит, таких героев не ставим. Дальше моя оборона. Честно говоря, я вот, все же не запоминаешь итоги, но то, что у меня оборона ВАВы стояла, стоит, наверное, в этот раз тоже поставить такую оборону, посмотреть, что-то поменялось по прошествии полугода или нет. Вот Машка, как и у Леонида, стояла. Слева Имбакан в костюме, это контратака. Потом Ури, который будет миньончиков травить. Джун в костюме в монаха, чтобы сопротивлялся, потому что кровавый битва в воскрешении не работает. И этот, и ФОК. Получается, такие все массовики-одиночки. Четыре, ой, массовики, шотеры-одиночки и один отражатель. Вот так вот А выстоял. Я, честно говоря, сам в шоке. Дальше у нас у Дениса ранг А, Б. Так, чего больше? Раз, два, три, четыре. Ну, ранг Б, скажем, больше Б было у него, чем А. У него Анзох, Клариса, Дрейк, Дрейк, Дрейк Фонг, да, Хронзо? Джеки Чан, короче. Джеки Чан, Кинстон и Машка. Еще нераслимичные герои. Да, вот такая вот тоже, такую оборону. Ну, видите, слепота, массовик в центре. Потом травилка, видимо. Видимо, против него особо не брали Ригарда. Ну, да, кровавую битву же, Ригардов не берут. У Павла оборона Б. Оборона подросла до Б, да, значит, у него С было 58%. Оборона подросла до Б, хотя ожидания были выше. Ну, если подросла до Б, вообще я заметил, что если оборона последние два дня идет в БА, а в начале было уже, то стоит пробовать ее ставить на второй, второй раз, на второй турнир. У него тут, да, метовая была Элизабет, вообще метовая оборона была. Фрик, Один, Зайка и Гивьон. Я думаю, такую оборону можно продублировать на сегодняшний момент. Да, наверное, еще Хана должна зайти, если она там и хила уже нету. Короче, надо брать миньончиков. Не миньончиков, а паразитчиков, которые будут все это вешать. И все, дальше пошел другой турнир. Ну, в общем, отталкиваемся от обороны Павла Метовой, да. Ну, таких героев поискать надо. Потом оборона Дениса, массовики, грязь, яд. Ну, я беру, если я против таких иду, я беру Ригарда. Понятно, что это личный герой четвертый, пятый герой, который не будет играть, особо урон наносить. Но грязь снимать надо будет. И моя оборона выстояла. Моя оборона вообще вау выстояла вообще жестко. Я также буду пробовать ее. Так, тут не зашла. И у Леонида, как мы видим, Фрея тоже не зашла. Хотя эта оборона у него не сильно отличается. Вместо Фреи у меня и Бакан стоит, а вместо Какие Бурады стоит Фог. Мне кажется, поставить вместо Какие Бурады ставить Кристобаля. А вместо Фреи ставить, то у него там есть интересный. Можно поставить этого Деда Красноглазого из Убийц. Если он ультанет, то миньонов потом они Шиш снимут. Но он медленный, да? Медленный. Ну, да, ну, не знаю, риск, но попробовать стоит. Стоит. Все.